добрый день в этом видео я хотел бы обсудить германские клемене и оценочные листы германии которые выдаются на выставках потому что возникает очень много вопросов люди звонят и пишут разъясните то разъясните это ну начнем заодно потом объясню что обозначает вот эти все е днем рачки римские двоечки троечки но их тут очень много этих модификаций в конце видео я объясню что это такое ну начнем разбирать на конкретном примере вот оценочный лист довольно таки свеженький здесь значит номер клетки здесь я буду объяснять позже что это такое карта и значит здесь написано порода в данном случае большое светлое серебро хелли кросс тюгер здесь пишется пол кролика 10 это самец вот здесь вот пишется выставка где она проходит какого числа на которой оценим кролик выставляются оценки и внизу подпись экспертов сейчас мы к ним вернемся но самое главное что я хотел сказать это по поводу вот этих двух клеменей это клемене в одном ухе и в другом ухе в одном ухе пишется возраст кролика ну короче так расшифровывается единица месяц рождения семерка год рождения 67 порядковый номер регистрации там журнале это получается январь семнадцатого года вообще все кролики на выставках обычно возрастом от 8 месяцев до года так как это самый такой возраст выставочный и выставки проходят зимой осенью зимой когда кролик уже практически перенет перелинял весь но всех крольчат немцы пытаются получать не пытается а получают весной весенний период чтобы они были готовы как раз к осенним выставкам но самое главное хотел объяснить вот именно по этим клемене в данном случае w2 потому что я уже как бы в прошлых годах когда общался на форумах людям разъяснял что что вот это клемене это номер общества многие до сих пор считают что это какая-то там линия потому что я вижу в интернете покупают кролика где-то там и пишут вот у меня линия там w2 там f158 но я хочу объяснить именно по известным например таким кролиководом вот взять большое светлое серебро у меня сейчас несколько девяносто семи бальных кроликов здесь вот оценочные листы после того как я выстрел в интернет все начали думать что вот это w2 это заводчик весь инго ну и пошли такие комментарии типа того все мы знаем что это за линия что это за заводчик повесили ну и вот я и хочу в этом видео сказать что это совсем не так предлагаю слушать дальше на ручку внимание не обращайте что-то я размахался и вот что хотелось сказать поэтому буквенного обозначения w2 вообще это обозначение земли w2 это общество существует но в данном случае это земля вестфален и в ней существует несколько вот этих обществ которые зарегистрированы у них у всех будет буква w вместо двоечки там будет но любые другие цифры например это будет там w321 w10 w30 это любое может быть цифрное обозначение с этим клеменем тоже есть извечь известный заводчик весинг инга и многие-то и подумали что это кролики от него но это кролики совсем другого человека вот например я сделал выборку вот он инга вестинг который завоевал тут очень хорошие места на этой выставке тут в этой же графе вот он от кого данные кролики взяты манфред келлер одна коллекция вторая коллекция всех а них w2 ну вот мало того под этим w2 еще зарегистрированы и другие породы тут и мог быть и карликовые бороды порой и резины если заводчик стоит в этом обществе то у него везде будет стоять w2 как у нас вот есть садовое общество там орленок или все такое прочее вот у него есть орленок все кто в нем состоит все будут в обществе орленок вот то же самое в немецких обществах но я думаю понятно с этим перейдем дальше к оценочному листу в этой графе все знают выставляются оценки пишется вес кролика замечания если есть какие-то либо еще я хотел поговорить именно по 97 бальным кроликам что это очень высокая оценка и на выставке ее не имеет права поставить один эксперт но 97 и выше в данном случае мы видим что расписались два эксперта тут тоже они пытаются не пытается как правило исключает там человеческий фактор что может быть один кому-то подыграть и либо один может ошибиться и поставить высокую оценку поэтому если кролик претендует на высокий балл они вызывают еще экспертов подходят два эксперта старший эксперт еще другой эксперт и уже совместно они выставляют конечный результат и расписываются за него что вот если взять соседний листочек с оценкой 96 баллов мы видим что там расписался один эксперт и выставил оценку там какие-то замечания написано теперь что касается вот этих ешек однерок двоек троек и всему подобному но вот эта категория призов которые выиграли кролики на данные выставки у каждой выставки могут быть свои обозначения но однерки двойки тройки ешки они могут оставаться но например от категории выставки как вот это это было ландыша у это выставка например земли она будет обозначаться победитель который победил л.м. ландес мастер также л.м.g. там это ландес мастер юниор ну и так далее например там что еще может быть стоит c1 c1 будет обозначать что это ландес мастер с медалью 100 миллиметров и диаметром 100 миллиметров c2 ландес мастер медали 80 диаметр 80 миллиметров ну и так далее и эти все кролики получают какие-то либо призы это может быть и денежный приз вот и медали и кубки все зависит от той степени приза которым получил вот тоже вроде теперь все понятно теперь вот еще один интересный момент вот эти три оценочных листа все на одного кролика но с разных выставок это от другого заводчика и по серебру вот видно клеймене w-300 321 2713 делал то что немцы готовят кролика к выставкам с весны они очень много прикладывают трудов и вот это кролики для них это не бизнес а прежде всего хобби и самая главная их не задача это завоевание титулов вот на этом примере мы как раз и видим что кролик начал выставляться на первую выставку он попал 7 8 октября она проходила мы такие более-менее небольшие выставки он получил 97 пунктов взял титул следующая выставка край шоу это такая более-менее районная выставка которая проходила уже в ноябре семнадцатого года она тоже выставил получил 96 пунктов на пункт ниже 3 выставка этот проходил совсем недавно он на ней получил девяносто там 5 и 5 и 96 опять они вяжутся и вот после того как он прошел сезон выстав выставок он остается довольны может этого кролика там продать либо оставить себя на племя но вообще они стараются этих кроликов не продавать чтобы не выпускать свою кровь тем более если это кролик очень хороший не выпускать на сторону чтобы он попал там конкурентом или куда вот еще один кролик тоже прошел данном случае две выставки на одной получил 96 с половиной баллов на другой 95 пунктов но это о чем еще говорит что кролик он не может быть все время либо в отличном состоянии и получать одну и ту же оценку прошел месяц что-то изменилось кролик может полинять может просто тоже все равно играет человеческий фактор другой эксперт маленько по другому посмотрел оценил его по-другому так что но в этом ничего страшного не подытоживая это видео еще раз хочу сказать утвердительно что перестаньте вот эти буквенные обозначения называть линиями что но номер общества не может быть никакой линии тем более вот раньше взять кремера да он позволит резинов ну там когда-то 61 в обществе состоял потом перешел на своей земле в общество f-158 и кто-то увидит на резине если с 158 мы там начинается сразу все это линия кремера и т.д. и т.п. могу сказать что даже сейчас год назад вступил словацкий крыльковод по резиновым марк юзов он вступил тоже в то же общество где находится эволит кремер и тоже получил клеймо f-158 и теперь всех своих кроликов он клеймит этим клеменем f-158 и это касается не только породы резинов потому что еще марк разводит бургундцев очень много и на бургундцев тоже клеймень f-158 например я видел даже кролика сейчас бургундца но бургундца и резинов на в лептиге на бундешоу и рядом с кремерскими кроликами резины сидели марка йозефа у всех были клейменья f-158 но думаю что понятно наконец-то разъяснил уж действительно я несколько раз пытался на форумах это все объяснять и все равно в течение многих лет все там пишут где-то встречаю в интернете что линия 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 нет никаких линий на оценочных листах и никогда не было и никогда в эти линии не увидите вы можете только увидеть родословную это ну правда условно очень хорошо идут в чехии и словакии герои не как вы знаете с этим дела обстоят по-другому вот я хочу сразу еще показать это после выставки в каталоге печатаются значит эти люди которые заняли первые места но это ландос мастер ландос эта земля мастер есть мастер вот и значит печи все кролики во всех породах идут у нас с обозначением W вот W 285 169 378 221 вот мы видим опять W2 весь пунктов видим что это кролик серебро опускаемся ниже вот опять W 2 новопорода мекленбургер шеки Блауайс и Celige Gross Silber Schwartz это кстати немецкая черное серебро но то же всех у них обозначений W2 соответственно разной фамилии. Лихтенбергер Томас и Веггер Людвиг. Может быть, конечно, я в этом видео повторился несколько раз. Но только из-за того, что я хотел маленько зафиксировать вот эти мои слова, чтобы крыльководы перестали делать эти ошибки, называть клеймо линией. Надеюсь, теперь будет все понятно. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Если какие-то вопросы есть, можете написать в комментариях, я отвечу.